Как повысить социальную защищенность педагогов? Сегодня в Доме профсоюзов работники образования узнали, как правильно составить и применять коллективный договор. Семинар провел эксперт из Астаны. Подробнее в нашем следующем материале. Сегодня состоялся семинар для руководителей профсоюзных организаций совместно с Центром обучения, исследований и разрешений конфликтов Федерации профсоюзов Республики Казахстан. Предметом диалога стало социальное партнерство. Председатель областного профсоюза работников образования и науки Татьяна Самойлюк отмечает, что в каждой образовательной организации заключен коллективный договор. Таковых по области порядка 500. В каждом городе и районе заключено соглашение о социальном партнерстве. Соглашение о социальном партнерстве заключено также с областным управлением образования. И это все позволяет нам искать пути, формы и методы защиты, социально-экономической защиты, правовой защиты наших членов профсоюза. Вместе выполнять государственную программу развития образования нашей страны. На семинаре участники встречи поделились опытом, разобрали проблемы при реализации этих соглашений. Каждый участник имел возможность высказать свое предложение. Мы будем делиться опытом, будем рассказывать о том, как заключаются соглашения, какие проблемы есть в выполнении этих соглашений, что бы мы хотели еще видеть. Директор Центра обучения, исследования и разрешения конфликтов Федерации профсоюзов Мейрам Кожикен рассказал о значимости социального партнерства, на чем базируется генеральное и отраслевое соглашение, объяснил структуру коллективного договора и чем отличается согласительная комиссия от примирительной и как разрешать трудовые споры. Нас пригласили, чтобы мы провели здесь семинар обучения по социальному партнерству, о том, как разрабатываются коллективные договора. У нас еще есть масса других своих предложений. Эльвира Хамитова, как председатель Бухаржраусского районного комитета профсоюзов работников образования, рассказала, что в их районе уже все образовательные организации подписали коллективные договоры. Однако в процессе работы возникли вопросы и проблемы. У нас во всех общеобразовательных учреждениях уже подписаны коллективные договора. Сейчас у нас созданы согласительные комиссии. Конечно, вопросов много по этому направлению. Сейчас стараемся все решать на местах. По словам Татьяны Самойлюк, важно, чтобы подвижки после обсуждения не задерживались. Каждый год выходят новые законы и поправки к ним. На семинарии она выдвинула предложение – систему поощрения и оздоровления педагогов. Одно дело заключить это соглашение, а другое дело контролировать и добиваться, чтобы это соглашение было реализовано. В работе семинара приняли участие председатель территориального объединения профсоюзов Любовь Конышбекова и депутат городского маслехата Геннадий Ивченко. Участники семинара получили сертификаты по теме социальное партнерство и коллективные договорные отношения. Анисия Билова, Дмитрий Оборог, Денисославский, 5 канал.